27 октября состоялась встреча ветеранов районного футбола. В историко-краеведческом музее собрались те, кто стоял у истоков проведения первого чемпионата района, прошедшего в 1957 году. С тех пор минуло уже 60 лет. История развития физической культуры спорта в Кошкинском районе берет свое начало с 1928 года. Но особое развитие с показателями и результатами получило в 50-е годы. И тогда получили широкое развитие лыжный спорт, легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, стрелковый спорт, волейбол, велосипедный спорт и его величество футбол. Подобные встречи проходили и ранее. Ветераны собирались 5 и 10 лет назад. В этот раз принять участие смог 21 представитель старшего поколения. Они играли в командах Константиновки, Надеждина, Максимкина, Кошек, Погрузинского ремзавода, Старой Кармалы. Кто-то приехал издалека специально на это мероприятие. Конечно, не все смогли принять участие в силу возраста или того, что живут в других областях. Перед началом официальной части для ветеранов был показан видеоролик, в котором многие смогли увидеть себя на архивных фотографиях. К сожалению, подробный архив, содержавший всю информацию о становлении футбольного чемпионата в нашем районе, был утерян. И теперь приходится по крупицам собирать данные. Собравшиеся осмотрели экспозицию, посвященную 60-летию районного футбола, собранную музеем. В этот день было много воспоминаний. Футбол – это и здоровье, и настрой на жизнь. Вот ради футбола как раз я и выжил, будем считать так. Вот представь себе, в 1955 году я начал работать в колхозе «Родина» и вдохнул там хлебный колосок. Он сидел во мне 10 лет и периодически болел. Вот почему я в футболе нормально от души все равно не отработал. Когда я в комитете работал, пришлось заниматься и писать историю, страницу истории спорта, развития в Кошинском районе. К сожалению, был архив ДСО «Урожай», который один товарищ, по недоумию, наверное, его сжег весь архив. И нам пришлось, значит, собирать все эти данные через просмотр всех подшивых газет с 30-х годов. Ребята только и сидели, и выписывали, и перефотографировали то, что нам удалось там собрать, если эту книгу нам читали, вот там оно и есть. Но я думаю, что это не все мы собрали. И я надеюсь, сегодня мы в разговоре это их поправим, потому что, ну, нет этого архива. Я просмотрел в интернете все, что там есть про футбол и музеи футбольные и так далее. Так вот, первый музей по футболу клубный создан у нас в Самарской области по крыльям Совета в 2007 году. Первым в России. Представляете? Первым у нас, я нигде не нашел, чтобы у нас был муниципальный отдел вот такой, в России, в этом, в регионе нет вообще. В России я тоже не нашел, потому что, ну, интернет сейчас такая система, туда все выкладывают. Поэтому я очень благодарен и работникам музея, и управлению культурой, и Центру по физико-культуре и спорту, за вот эту инициативу. И очень вас прошу, если что-то, что-то в загашниках осталось, просмотрите, пожалуйста, и принесите сюда. Празднуем 60-летие, но мне кажется, не 60-летие надо праздновать, а 70-летие. Первый раз за сборную играл в 49-м году. Сейчас вот смотришь, мяч не мяч, бутцы не бутцы, вот. А мы начинали босиком и тряпочный мяч. Набирали чулки старые, прессовывали, скручивали, такой вот комок делали, и босиком. В ворот у нас были два камня или две палки. С приветственным словом к ветеранам и молодым спортсменам, также присутствовавшим на празднике, обратился глава района Виктор Николаевич Титов. Он поблагодарил спортсменов за то, что они долгие годы отстаивали честь района и заложили славные футбольные традиции. Хотелось бы, конечно, видеть побольше присутствующих, но тем не менее понимаем, что годы дают о себе знать. Хотя сегодня приятно всех вас видеть вот таких целеустремленных, значит, с поднятым духом, ну и, соответственно, спортивными. Правда, немного ваши головы посидели, но тем не менее, значит, да, это хороший пример, хороший урок для нашего подрастающего поколения. К ветеранам обратился и представитель молодого поколения футболистов района. Здравствуйте, дедушка футбола. Хочу от нашего поколения сказать вам слова благодарности и уважения. Вы научили нас любить футбол, находить с помощью него новых друзей. Вы научили нас также терпению, настойчивости и целеустремленности. Для нас созданы отличные условия. Мы регулярно тренируемся. Мне 13 лет, и я с своими товарищами уже участвуем в областных соревнованиях. Мы заняли призовые места в областном турнире по мини-футболу и в областном турнире кожаный мяч. И у нас представляется возможность участвовать во всех соревнованиях, как областных, так и районных. Уважаемые дедушки футболы, хочу пожелать вам счастья, удачи и благополучия. Никто из ветеранов не ушел с пустыми руками. Все они получили памятные статуэтки и благодарственные письма из рук главы района. Я просто... Почему я ставлю? Душа болит. Как вы здесь прекрасно работаете. Я представляю вас в Торт-Урьянской области, работаю, а душа здесь. Вот я вам спасибо говорю. Я всем говорю. Вы езжайте кошки, посмотрите, какая у них спортивная работа. А мы там головой об седу бьемся, ничего не можем пробить. А для архива музея останется фотография, запечатлевшая всех участников этого события. Анастасия Арнольдова, Михаил Арнольдов, Кошкинские известия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова